Здравствуйте, это программа Город Эсс, я Елена Чернявская. По данным Росреестра, в последнее время 85% всех зарегистрированных договоров жилищного кредитования приходится на цифровую ипотеку. Число договоров онлайн-ипотеки выросло в 9 раз, а саму ипотеку Росреестр регистрирует за 24 часа. Главное преимущество цифровой ипотеки – удобство и экономия времени. Человек может все сделать с помощью телефона или компьютера, выбрать квартиру, получить документы, подписать их электронной подписью. И это высокий уровень защиты. Ипотека в Самарском регионе. Итоги перспективы – это тема нашего разговора. Я представляю гостей в студии Аделаида Викторовна Гук, начальник отдела регистрации ипотеки Управления Росреестра в Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, тема у нас очень интересная, она не теряет свою актуальность и по сей день. Так давайте, наверное, начнем с общего вопроса. Итоги 2023 года по регистрации как раз ипотеки в самарском регионе. Да, у нас в 2023 году как раз зафиксирован рост ипотечных программ и рост обращений граждан и юридических лиц на регистрацию. По сравнению с 2022 годом на 27% увеличилось количество обращений. То есть люди заинтересованы в развитии ипотечных программ и ипотечного аккредитования. И, соответственно, к нам обращаются, приобретают жилье с помощью ипотеки. И мы фиксируем вот такой значительный рост. И я бы сказала, что действительно в 96% случаев мы регистрируем ипотеку в электронном виде за 24 часа. То есть максимально стараемся ускорить и зарегистрировать ипотеку как можно быстрее, потому что от этого зависит все-таки и денежные расчеты, и возможность людей быстрее в свое жилье. Да, в свое собственное жилье. Ну, конечно, мы с вами не виделись, наверное, около года, чуть больше. Скажите, а вот есть какие-то за это время изменения и новшества, о которых немедленно просто, я считаю, стоит сообщить нашим уважаемым жителям. Ну, конечно, конец 23-го года он ознаменовался тем, что изменились условия по льготной ипотеке. Хотелось бы рассказать, что льготная ипотека, она с 2020 года была введена правительством, было разработано несколько программ именно по льготной ипотеке. И эта льготная ипотека была разработана и внедрена как антикризисная мера в период пандемии для поддержания строительства и кредитных организаций, потому что тогда была достаточно у нас серьезная экономическая ситуация. И вот на данный момент времени эти программы были очень востребованы гражданами, и мы видим, что рост нового строительства у нас очень произошел, очень даже хороший. И вот что такое льготная ипотека? Да, во-первых, для кого она? Давайте сразу объясним. Ну, льготная, вот для меня, как для простого обывателя, сразу, наверное, означает это какой-то низкий процент. Так ли это? Ну, все правильно. В принципе, льготная ипотека – это тогда, когда государство возмещает, компенсирует застройщикам либо кредитным организациям определенный процент. А для граждан он остается низкий. Но один из самых распространенных вариантов льготной ипотеки – это льготная ипотека для всех граждан Российской Федерации, которой они могут воспользоваться при приобретении нового жилья. Новое жилье – это на этапе строительства, заключения договора долевого участия в строительстве. И она до сих пор остается… Пока еще дом не сдан. Пока еще дом не сдан, она остается 8%. Этим можно… До 20… До декабря 2023 года этим могли воспользоваться не один раз. Но вот 23 декабря 2023 года внесли изменения, и теперь гражданин Российской Федерации только один раз может воспользоваться, приобрести до 8% льготную ипотеку, приобрести новую квартиру. То есть если будет брать впервые в этом году ипотеку на стадии строительства жилья, то есть здесь будет доступен процент 8? Да, 8%. 8% – это максимально. Также есть другие программы ипотечные, которые очень даже востребованы. Это и семейная ипотека, и IT, ипотека, как ее называют, и сельская ипотека. Кстати, распространение льготной ипотеки я бы хотела добавить, которая до 8% подходит и для строительства жилого дома. То есть с теми организациями, застройщиками, которые могут предоставить такую услугу. Вы сейчас имеете в виду ИЖС? Да, ИЖС. Да, то есть индивидуальное жилищное строительство, я беру ипотеку на строительство дома под 8%, и также строю себе жилье, и по ИЖС это тоже подходит. Это тоже подходит. Под новое строительство все это подходит. Дальше у нас есть программа «Семейная ипотека». Она подходит гражданам, которые имеют несовершеннолетних детей, также гражданам, у которых родился ребенок один, если говорить об одном ребенке, это с 18 по 23 год включительно, а также для граждан, которые имеют ребенка-инвалида. Льготная ипотека у нас до 6%, предоставляется вот эта именно семейная ипотека до 6% и по сумме максимальная сумма до 6 миллионов. Хотелось бы обратить внимание, что в основном она идет на новое строительство и на улучшение жилищных условий семей, имеющих детей. Также семейная ипотека под эти проценты возможно ее рефинансирование предыдущих для улучшения каких-то условий кредитования. Стоит отметить, что на данный момент времени в связи с тем, что большим спросом этих программ по льготной ипотеке и по семейной ипотеке был установлен срок. Вот это те изменения, которые произошли в конце прошлого года. Срок пока не действует до 1 июля 2024 года. Но по семейной ипотеке было предложение президентам Российской Федерации о том, чтобы ее продлить и на дальнейший срок, потому что она востребована, необходима для многих. Ну вот о всех действующих программах где можно узнать? На каких ресурсах, на каких сайтах? Пожалуйста, можно узнать и на сайте Росреестра, а также в интернете, а также конкретно по каждой программе льготной ипотеки можно узнать и в кредитной организации любой. Обо всем расскажут. То есть расскажут, какой вид льготной ипотеки подходит именно вам. Но ведь есть и виды льготной ипотеки, утвержденные правительством. Ну это все правильно, да. Да, вот давайте об этом поговорим. Ну это как раз вот мы, я про это сейчас и говорю, что у нас вот есть льготная ипотека, которая для нового строительства, для каждого гражданина Российской Федерации подходит. Есть для тех, кто имеет детей, а есть для тех, кто хочет переехать и жить в сельскую местность. Это называется уже сельская ипотека. И здесь можно приобрести дом с земельным участком в сельской местности под, насколько я помню, под 3% годовых. И тоже максимальная сумма, это максимальная сумма, кстати, здесь была увеличена, была 3 миллиона, сейчас до 6 миллионов. То есть все, кто хочет переехать, жить в сельскую местность, для тех тоже есть такая возможность. Ну, конечно, в каждой программе есть свои тонкости. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки процент, он фиксированный, либо он все-таки зависит от первоначального взноса. Ведь это ведь тоже очень важно, да? Ну, здесь, конечно, зависит от первоначального взноса. Первоначальный взнос, он тоже увеличился. Если раньше он был, раньше, когда только эти программы начали развиваться, был 10%, в прошлом году, в начале прошлого года он увеличился до 20%, а сейчас первоначальный взнос увеличился до 30%. Это вот именно по льготной ипотеке. Поэтому, ну, то, что говорить можно про самарский регион, если мы говорим действительно о развитии в самарском регионе, то для нас эти суммы и проценты, они в принципе очень даже реальны и востребованы. Я понимаю, что вот сельская ипотека, например, она недоступна для граждан Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской области. Но она доступна для людей других регионов, для граждан. Ну, в общем-то, о востребованности ипотеки говорят еще и цифры, да? Вот сколько зарегистрировано? Давайте немножечко статистики переведем, цифры. У нас в прошлом году было зарегистрировано, если в цифрах, более 36 тысяч заявлений на переход права и права и ипотеки в силу закона на основании... То есть это уже означает, что люди взяли, да, в жилье? Да, да. То есть более 36 тысяч воспользовались вот этим своим правом на льготную ипотеку. А по сравнению с прошлыми годами это все-таки рывок и скачок вперед? Конечно, это примерно больше, где-то процентов, ну, на 25 процентов больше точно. Да. Хорошо. Давайте поговорим об электронной ипотеке и о ее преимуществах. Ну, вот давайте представим себе, что мы говорим об этом впервые и вновь. Что такое электронная ипотека? Ну, электронная ипотека в первую очередь – это подача документов в электронном виде. Формирование всех документов осуществляется кредитной организацией. Формирование и подготовка. Проще говоря, банком. Да, проще говоря, банком, да. Готовятся документы, готовится усиленная квалифицированная электронная подпись у каждого гражданина. Не просто так ее называют усиленной и квалифицированной, потому что это осуществляют специальные лицензированные организации, которые в этой электронной подписи фиксируют все данные об этом человеке. И, естественно, она будет уникальной. Она всегда будет уникальной. И усиленной квалифицированной электронной подписью подписываются все документы уже в электронном виде через приложение тех или иных кредитных организаций, в зависимости от того, с какой кредитной организацией вы заключили кредитный договор. Поэтому здесь важно понимать условия этой кредитной организации, какие она предоставляет. Очень много есть различных программ, которые готовы принять людей. И я бы хотела сказать, что электронная ипотека, она в первую очередь рассчитана действительно на граждан, на удобство гражданина. И кредитная организация имеет право проверить всю подноготную квартиры. То есть фактически она запрашивает у нас информацию, необходимую для проверки и на ограничения, на обременение, какие есть аресты или еще какие есть ограничения зарегистрированы в реестре. Это все проверяется кредитной организацией. И гражданам в этом плане проще заключить этот договор. И в том числе здесь удобство по срокам. То есть вся электронная ипотека регистрируется очень быстро, за один день. Соответственно, идет достаточно быстро перевод денег с одного счета на другой. И, естественно, удобство. Ну вот давайте мы с вами порассуждаем на тему удобства. Вы говорите, что электронная ипотека – это быстро, удобно и выгодно. Но человек, когда впервые сталкивается с этим, тем более, что вот новшество в банке, все в электронном виде, электронные подписи, но ведь новое, оно всегда, согласитесь, как-то пугает и настораживает. Самостоятельно возможно справиться со всеми этими документами, разобраться в кредитной организации со специалистом, либо все-таки придется нанимать риэлтора, а услуги их, как известно, недешевы. Ну, скажем так, в принципе, это возможно. Если человек захочет в чем-то разобраться, он всегда разберется. То есть он возьмет документы и сам прочитает и попытается понять. Ну, в том числе, задавая вопросы специалисту банка. Но ведь в банке назначают сделку, уже время сделки, и здесь уже, как говорится, не до разговоров, не до консультаций. А как понять, что действительно не попадешься ли ты тем же мошенникам? Граждане сами могут запросить всю необходимую информацию в электронном виде. На самом деле, каждый гражданин, мы же знаем, что у нас есть такой портал государственных услуг, на котором мы все авторизированы, и я рекомендую всем авторизироваться на этом портале, потому что там через портал государственных услуг можно заказать выписку об интересующем гражданином объекте. Получить необходимую информацию о том, когда было зарегистрировано право. Конечно, там фамилии, имени, отчество продавца мы не увидим в связи с последними изменениями в персональные данные. Но мы увидим, какие есть ограничения. Есть ли аресты на этой квартире, есть ли какая-то предыдущая ипотека, есть ли непогашенные правопритязания. Вот, вот, я об этом. И, естественно, сам гражданин может с помощью портала государственных услуг запросить эту информацию. Ну и здесь уже будет ясно и понятно, стоит ли связываться, как говорится, с этим объектом недвижимости. Если есть какие-то аресты и запреты, то лучше, наверное, поискать себе другое жилье, верно? Если мы говорим о вторичном рынке. Да, конечно, конечно. Здесь лучше избежать вот этих вот запретов и посмотреть какое-либо другое жилье. Ну хорошо, пришли мы в банк, прошла у нас сделка. Дальше что нужно ждать, какие сроки? Вот здесь еще в чем удобство? Здесь удобство в том, что в тот самый момент, когда мы зарегистрировали право гражданина, ему на электронную почту, указанную в заявлении, приходят все документы в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью регистратора. Вы увидите и договор с подписями, и продавца, и покупателя, и выписку из Единого государственного реестра недвижимости, в которой будет вся необходимая информация о том, что вы стали собственником, будут документы основания указаны, на основании каких документов вы стали собственником, и, естественно, подпись тоже электронная. Как будет происходить и в какие сроки момент расчетов, оплаты? Это уже индивидуально с каждым банком, потому что в договоре купли-продажи всегда указывается этот момент. В основном это все решается сразу. В основном это даже сразу после того, как проведена государственная регистрация права. Как только вам выгрузилась вся информация о том, что сделка проведена, и вы стали правообладателем, деньги в автоматическом режиме в большинстве банков уже сразу переходят на счет продавца. Ну и уже окончательный документ, который говорит о том, что вы являетесь собственником. Ведь сейчас уже нет тех свидетельств, которые мы привыкли хранить дома, в документах, в файлах. Вот у меня есть, и все мне спокойно. Сейчас это где-то опять же в электронном виде. Но опять же, выписка из Росрегистра, мы сейчас это имеем в виду. Расскажите, пожалуйста, вот поподробнее об этом документе. Сама выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект будет содержать всю необходимую информацию о самом объекте. Обязательно и кадастровый номер, и площадь, и дата регистрации вашего права, документы, основания, ваши все идентифицирующие признаки. То есть все сведения, которые необходимы вам для того, чтобы вы себя идентифицировали с этим объектом, чтобы вы собственник этого объекта, все это будет в выписке указано. И только для собственника там будет полная информация и о дате рождения, и месте рождения, и паспортных данных. В том числе эту информацию о том, что гражданин стал собственником объекта недвижимости, он может увидеть в своем личном кабинете на сайте Росреестра. Авторизация в личном кабинете на сайте Росреестра также осуществляется через портал государственных и муниципальных услуг. Если вы там авторизированы, вы эту информацию, что вы собственник объекта, увидите и на портале, и в личном кабинете Росреестра. Так выписку из Росреестра нужно получать? Либо вот все в электронном виде хранится и спокойно? Да, все в электронном виде хранится и спокойно, пожалуйста. Она у вас на электронной почте. Эта информация есть у вас на портале. Всегда актуальную информацию о своем объекте вы можете запросить. Тем более, если вы собственник объекта, вы можете через портал государственных услуг запросить бесплатную выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на ваш объект. И там будет полная информация. Вот, кстати, Адлаина Викторовна, скажите, в каких случаях нужна выписка из Росреестра? В основном выписку, если вы запрашиваете, необходимо для предоставления, например, покупателю, если вы продаете объект недвижимости, вы запрашиваете эту выписку. Уже если продаешь. Да, если продаешь объект недвижимости. Да, вы запрашиваете эту выписку об объекте и предоставляете покупателю для того, чтобы он проверил, действительно ли вы собственник и так далее. Также эта выписка для покупателя может быть необходима. Ее также можно распечатать для того, чтобы осуществить прописку, выписку с квартиры и в каких-то иных бытовых случаях. Для перерегистрации, допустим, в коммунальных системах, в энергетических системах и так далее. Да. Ну вот о существенном условии договора купли-продажи с использованием ипотечных займов. Скажите, пожалуйста, на что вот здесь нужно обратить внимание? Самое главное, на что хотелось бы обратить внимание, что когда вы подписываете договор купли-продажи, обязательно проверяйте все ваши данные, которые туда внесены. Тот, кто составляет договор, может ошибаться, в принципе, как и все мы. Поэтому дата рождения, место рождения, паспортные данные, СНИЛС, адрес объекта, который вы приобретаете, кадастровый номер этого объекта – это уникальные характеристики. Порядок расчетов – тоже существенное условие. Посмотрите, правильно ли внесена сумма, соответствует этот порядок тому, который бы вы хотели и обговаривали. Обязательно, какие есть ограничения на объекте недвижимости. Ограничения, конечно, то, что касается жилых объектов, их можно, их, по идее, и не должно быть никаких. Но у нас есть такая ситуация, когда продается уже заложенное имущество. В порядке расчетов там прописывается, что часть средств, за которые приобретает покупатель, пойдут на расчет по предыдущему кредитному договору. Замечательно, это тоже возможно. Но главное – описать в договоре купли-продажи, как существенное условие, вот это ограничение ипотека. И есть новшество, о котором бы я хотела сказать. Это у нас сейчас очень распространено зоны с особыми условиями использования территории, которые вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Территориальные зоны, зоны, ограничивающие права собственников на земельные участки. И когда идет приобретение, купли-продажи с использованием кредитных средств земельного участка, все ограничения должны быть указаны. Это все можно увидеть, заказав расширенную выписку об объекте недвижимости. Расширенная выписка об объекте недвижимости тоже может быть запрошена с использованием портала государственных и муниципальных услуг. И все ограничения, все зоны с особыми условиями использования территории должны быть указаны в договоре. И достаточно подробно указаны. Но это я сейчас прошу прощения. Это речь идет не о городской черте, это все-таки по Самарскому региону? Нет, и о городской черте тоже. Серьезно? У нас, да, зоны с особыми условиями использования территории есть и в пределах города. Пожалуйста, это линии электропередач, это газопровод, который у нас опоясывает весь город, и есть особенно в частных секретарах. Это в том числе зоны с особыми условиями использования территории, касающиеся аэропорта. Безымянка, Смышляевка, Курумыч. А это вообще на что может повлиять? Ну, не указали эту зону, приобрел человек это жилье, и что? Один из примеров могу рассказать. Пожалуйста. В купле-продаже с использованием кредитных средств осуществлялась земельная участка под индивидуальное жилищное строительство. И когда гражданин его приобрел, выяснилось, что на этот земельный участок распространяется зона, которая запрещает строительство индивидуального жилого дома. Естественно, когда покупатель не предупрежден об этом, он имеет право... А вы хотите сказать Адлаиду Викторовну, что продавец всегда знает об этих особых зонах и обязан предупредить покупателя? В идеале это публичная информация. И да, продавец своего земельного участка, прежде чем продавать земельный участок, он должен проверить его на нашей публичной кадастровой карте. Кстати, на официальном сайте Росреестра у нас есть такая публичная кадастровая карта, в которой по кадастровому номеру вы можете посмотреть все зоны с особыми условиями использования территории, которые распространяются на ваш земельный участок. Их нужно будет указывать в договоре. То есть покупателя обязательно об этом надо предупредить. И в земельном кодексе у нас и есть специальные нормы, которые об этом говорят. Иначе покупатель имеет право обжаловать эту сделку, признать эту сделку недействительной. И мало того, что потребовать возмещения себе затраченных средств, но в том числе и компенсацию от государства за то, что его не предупредили об этом. Поэтому я всем рекомендую, все, кто продает свои земельные участки и все, кто покупает земельные участки, в обязательном порядке проверять зоны с особыми условиями использования территории, которые распространяются на эти земельные участки. Ну а если, бывают, кстати, такие случаи, что если, к примеру, продают, да, вот такую землю, а на ней уже стоит, к примеру, дом, и человек покупает, пользоваться-то можно, какие-то изменения в строительство вносить можно, там пристраивать, снести, построить заново и так далее. Бывают такие случаи, когда через земельный участок зона проходит не через весь, а в какой-то его части. И, естественно, там, где стоит дом, вполне возможно, там она не распространяется. И в этом случае возможно изменение, реконструкция, строительство нового дома, но только в том месте, где отсутствует эта зона. Ну что же, ипотеку взяли, электронно рассчитались, все получили, замечательно. А вот теперь погасить ипотеку и кредит, и прекратить ипотеку, какие есть здесь подводные камни? Что касается погашения ипотеки, самое главное, что люди ипотеку же берут не на один год. И когда ее берут, многие забывают, что они подписывали такую ценную бумагу, как закладная. И в большинстве случаев раньше у нас в основном были документарные закладные, и они до сих пор сейчас есть в некоторых банках. Но самые ведущие наши банки, они перешли уже на электронные закладные, и здесь подводных камней для граждан нет. А вот то, что касается документарных закладных, о которых все забывают, вот про них необходимо уточнять у специалиста банка, когда вы выплатили последний платеж по кредиту. И в этом случае... А они в любом случае есть, эти закладные, да? Они в большинстве случаев есть. Я бы сказала, что в 99% случаев они есть. В последнее время, конечно, к ним относятся немного проще, то есть не в каждом случае они подписываются. Но раньше, а сейчас идет погашение кредитов по ранее выданным, ранее приобретенным объектам недвижимости. Вот. И обязательно необходимо уточнить у специалиста банка, выдавалась ли документарная закладная, то есть подписывал я ее, не подписывал, есть она в наличии, нет. И, исходя из этого, банк может сам в своем архиве, он запрашивает документарную закладную и подает сам заявление на прекращение ипотеки. В принципе, гражданам для этого не обязательно ходить в МФЦ и подавать заявление. Достаточно это сделать и залогодержателю. Ну что же, заканчивая наш с вами разговор, я предоставляю вам заключительное слово, о чем нужно и важно помнить и знать, и, конечно, о льготной ипотеке, ну и об электронной ипотеке. И самое главное, как Росреестр в этом помогает. Росреестр всегда готов помочь в этом своими консультациями. Также можно информацию интересующуюся найти на сайте Росреестра, позвонить нам по телефону, мы всегда проконсультируем, запросить информацию, почитать информацию интересную и в личном кабинете в своем Росреестре, запросить информацию в электронном виде об объекте недвижимости. То есть все, что необходимо, у нас с вами есть на нашем сайте. И мы продолжаем развиваться. Росреестр, как всегда, пытается максимально внедрить все цифровые сервисы, какие только возможно, на территории Российской Федерации. И всегда он думает о том, чтобы было удобно нашим гражданам. Ну а прежде чем вы решите взять ипотеку, нужно непременно ознакомиться с новшествами, которые на сегодня существуют, о их, поверьте, немало. Вот мы сейчас с моей гостью разговаривали 30 минут, да, и не обо всем еще рассказали. Обязательно продолжим в следующем эфире. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Ну, как совершенно верно сказала Адлаэдна Викторовна, мои сегодняшние гости, специалисты Росреестра, всегда готовы прийти на помощь. Ну и, конечно, также профессионально проконсультировать, как вы сегодня сделали в сегодняшнем эфире. Спасибо большое всем, кто был сегодня с нами. Всего хорошего. До свидания.